Мандэй Фарш Все идеально, а как ваши ощущения от самоизоляции? Это довольно скучно Ну, я тут окружил себя бутылками вина Пока просто круг вокруг кровати обрисовал Для какого-то сатанистского ритуала Слушай, алкоголизм это не сатанистский ритуал Это нормальная практика, скажем так, ежепятничная Как ежепятничная? Ежедневная А, ну теперь да А вот я, к слову, не знаю ни одного своего знакомого Которого бы коснулась вот эта президентская неделя, как ее называют Все мои знакомые будут всю неделю работать Ну, кроме Кости Костя просто твой незнакомый, а лучший друг А Костя мой так, прохожий Ты всего лишь прохожий в жизни моей Я бы хотел сделать ее своей А мы правда выпустим нечто первого апреля? Ты знаешь, это хороший вопрос Даже я задаю себе То есть у нас все готово Вопрос, готовы ли, скажем так, площадки вроде Готов ли мир к этому Да Но смотри, у нас все записано, все готово Я все отправил на модерацию в Apple Музыку, Яндекс.Музыку и прочие интересные музыкальные платформы И проблема в том, что мы поставили релиз на 1 апреля И как мне объяснили в программе, через которую я все это делал Вы увидите ссылки только 1 апреля Понятно Так, ну что? Подожди, у нас подводка же была еще Мы единственный социально осознанный подкаст Потому что мы сообщаем вам все самые абсурдные новости И вам не надо идти на улицу и покупать спид-инфо У нас первая новость касается Формулы 1 Которой увлекается никто из этого подкаста Да, я знаю Микки Хайникина Почти более Микки Хайникин? Хаккинина, нет Нет, ну кто там? А также Михаил Шумер Да Он настолько древний, как цивилизация Шумеров Его зовут Микка Хаккинин И он финн И он финн, а не голландец, как Хайникин Короче, кого мы знаем? Вот я знаю, Михаил Шумахер Микки Хаккинин Даниил Квят Сейчас просто ты сказал про Квята Я скажу По матч ТВ сейчас показывать нечего Потому что спортивных соревнований нет И они показывают, типа, наши главные победы У них такая прям рубрика, типа, матч, наши победы И в число побед они занесли то, когда Даниил Квят пришел вторым, кажется То, когда Даниил Квят не разбил машину на треке А он часто бьет машины? Слушай, я не помню, это он или это второй пилот российский известный Но там кто-то есть, который прям 60% гонок разбил Мне кажется, Олег говорит про Виталия Петрова Потому что у него действительно было довольно много Да-да, наверное, про него А я вот, когда открыл матч ТВ в последний раз Так это ты виноват? Вот когда я последний раз смотрел матч ТВ Там показывали какой-то матч белорусской футбольной лиги И я очень похихикал над этим Я не знаю, может это даже... Это правда, да? Да, это, видимо, даже, наверное, какая-то не главная лига А какая-нибудь там дворовая лига Но столько внимания ей теперь уделено Думаю, что там звезды просто загорятся В Беларуси действительно продолжается футбольный чемпионат Поэтому матч ТВ все сроки выжимают Без зрителей, я надеюсь? Я подумал, что было бы интересно пустить 10-часовое видео гонки Формулы-1 Они же там по кругу ездят Просто как бы ее за... Сделать бумеранг И все Как они проезжают старт и финиш Да И потом... И так матч ТВ себе на месяц обеспечил эфир Так давайте объясним сначала, что произошло Короче, вместо гонки Формулы-1 Показали трансляцию, как люди играют в видеоигру F1 2019 Но это официальная игра по Формуле-1 Так как есть FIFA по футболу Есть NHL А есть игра F1 2019 И вот они, включая в том числе пилотов настоящих Играли в эту игру И полностью симулировали гонку Которая должна была быть в прошедшие выходные А это какая-то онлайн игра? Это типа MMORPG? Где ты пытаешься развиваться И становиться крутым водителем? Да, сначала ты начинаешь с того, что ты подносишь кофе водителям Потом прокачиваешь этот скилл Сначала ты зри Сначала ты просто зритель Потом ты ходишь по городу, набираешь опыт Работаешь в какой-нибудь там маленьком сервисе, автосервисе В шиномонтаже В шиномонтаже, да Учишься на скорость менять колеса А по ночам ходишь в картинг кататься Да Нет, ты знаешь, ты работаешь в шиномонтаже И постепенно ты настолько быстро начинаешь одевать шины Что когда к тебе на шиномонтаж приезжает президент команды Ferrari Он настолько в шоке от того, как ты быстро поменила ему резину с летней на зимнюю Потому что он приглашает тебя механиком в свою команду И ты начинаешь менять шины болиду А потом постепенно ты становишься таким классным парнем Что тебя зовут пилотом Как этот Шелби Господин Шелби, который был пилотом гоночным Который выиграл Лиман Потом сделал машину Шелби И потом про него недавно сняли фильм В котором играли Кристиан Бейл и Мэтт Дэймон А потом получается ситуация стандартная для фильмов Там, где главный пилот Ferrari заболел И никто не может его заменить Прямо перед гонкой, за 10 минут до гонки Да, и бросает президента взгляд Типа, кто поможет, кто сможет занять его место Да, сэр, я готов Давай, сынок, не подведи И ты к последним приезжаешь Но это уже не важно, потому что ты финишируешь У тебя на одном колесе финишируешь А я слышал, что еще в Португалии Был какой-то похожий случай Что там футболисты стали играть друг с другом Из-за того, что остановили чемпионат И две команды играли по сети в FIFA 20 между собой Как отреагировала общественность на то, что Формулу-1 провели в таком ключе? Ну, между прочим, 400 тысяч человек посмотрев эту трансляцию Ну, меньше, конечно, чем гонки смотрят Но все равно довольно прилично для кибер-игры В 100 раз больше, чем смотрят гонки, наверное В 100 раз больше, чем смотрят чемпионат Белоруссии по футболу Не, ну ладно, реально, наверное, смотрят Формулу-1 довольно много смотрят по телевизору Правда, я не очень понимаю, как можешь смотреть по телевизору Я тоже, для меня всегда загадка была А как? Там ничего интересного не происходит Вот, кстати, гораздо интереснее смотреть по телевизору, чем на месте, на стадионе Олег знает, он был на гонке, правда? Я был на гонке в Сочи И это выглядит примерно так Ты выходишь на этот балкончик Когда мимо тебя проезжают лидеры гонки И потом заходишь обратно и ждешь 5 минут, пока они круг проедут Ну не 5, нет Полторы, две, две с половиной Серьезно? Так быстро? Ну круги разные бывают, в зависимости от расы Но вот вчера как раз гонка, которую с Квятом показывали Там самый быстрый круг был минуту 27 Да, я думал, там минут 15 круг Боря с такой скоростью руку из-под одеяла только может вытащить Мы начали обсуждать, какие еще вещи, подобно Формулы-1, можно вот так вот перенести Что еще можно, кроме спорта? Можно политические ток-шоу перенести Вот, чтобы люди не собирались вместе в одном помещении А чтобы просто была такая виртуальная комната в интернете, где все ругаются друг на друга Назовем ее Срач Назовем ее Форум Ну или Зум Мне кажется, вот Зум сейчас превратился в синоним Такой виртуальной комнаты, где все собираются И там происходит ересь и анархия Кстати, почему мы не записываем подкаст по Зуму? Кстати, почему у нас шоу не называется ересь и анархия? А еще можно, прикиньте, радио в виртуальном формате То есть вот есть радиопередача, но она в интернете, и ты ее можешь в любой момент послушать Миллениалы придумали подкасты Хочется сказать, бродкаст такой, да, онлайн? Да-да-да То есть как бы пот-бродкаст Знаешь, очень смешное название пот и брод Как будто это какой-то ресторан Потенброд Немецкий, да Кстати, такой, да, нет, это ресторан, в котором супы продают У тебя супы варятся в, собственно, пот Тебе дают еще хлеб к ним Блин, офигенная идея Нет, все супы в хлебе готовятся Если съел, то скидку тебе Знаете, что еще можно перенести в виртуальную реальность? Half-Life Да, и это уже сделала компания Valve Да, на днях вышла первая, по-моему, VR-игра от Half-Life Которая называется Alex И, ну, мы, естественно, в нее не играли И поэтому, как обычно, имеем полное право Обсудить, насколько она клевая Но говорят, что она реально очень крутая И для того, чтобы пропагандировать Вообще Парадигму stay at home Преподаватель из США решил провести урок Геометрии в VR-игре Half-Life Alex Как тебе такое, министр образования? Министр образования США ты имеешь, да? Потому что у нас давно уже проводятся Проводятся подобные занятия в виртуальной реальности Потому что разрыв между реальностью школьников и преподавателей Слишком большой Нет, Кость, за гаражами это не виртуальная реальность Да, но геометрию там изучаешь прекрасно Когда пытаешься открыть банку пива об забор В России я слышал новость про то, что какой-то лектор Провел лекцию или семинар в Майнкрафте Подожди, это был университет Мархи? Я после этого буквально прочитал новость И в тот же день листаю свою ленту в Фейсбуке И мне пришло, ну я вижу новость от вышки О том, что какие-то энтузиасты, студенческое сообщество Уже начали строить все корпуса вышки в Майнкрафте Наконец все здания вышки будут рядом друг с другом И еще удобно, что ты можешь сделать, как бы тебе нужно из одного в другое перейти Чтобы не выходить, ты можешь просто дырку в стене сделать Выйти и потом обратно ее заставить блоками К вопросу еще про Майнкрафт Тоже была недавно новость про то, что там строят большую библиотеку В которой будут размещать политически ангажированные, ну и не только материалы Ну в общем сделать СМИ, которые не подчиняются цензуре, условно говоря Могут храниться все книги, в том числе экстремистские, запрещенные там государствами разных стран Наконец-то, то есть это мека для экстремистов То есть Майнкрафт это мека для Майнкамфа? Давай, Максим На этой неделе нас привыкла еще одна тема Это тема ТикТока, а конкретно политика в ТикТоке Медуза написала большое расследование, и нам оно показалось интересным Оказывается, что все чаще в ТикТоке можно найти отечественных политиков И мы отправили нашего специального корреспондента Костю в глубины ТикТока Чтобы искать там политические темы Кость, ты сталкивался с политикой в ТикТоке? Отвечаю ответственно, нет Алгоритмы, которые отслеживают те видео, которые интересны мне Показывают мне танцы женщин и животных И среди этих женщин и животных нет депутатов Государственной Думы, да? Среди данной категории видео не было найдено ни одного депутата Депутатов не было Депутатов в ТикТоке не было Но я тоже читал о том, что все активнее используется эта платформа Для, скажем так, просвещения и попытки работы с молодой аудиторией Я знаю, что университеты некоторые пытаются Там же аудитория 14 лет и ты Поэтому это очень странно как бы Все политики понимают, что подрастающее поколение — это будущие избиратели Поэтому уже нужно сейчас их ментально обрабатывать на тему того, что Голосует за КПРФ, обнимает, не знаю, там, бабушку Поддерживает Московскую область и прочие, вот там, ЛДПР, не знаю У них вроде тоже есть в ТикТоке кто-то По поводу бабушек давайте расскажем Потому что это самый высокопоставленный отечественный политик, который там присутствует Хоть и неофициально Это губернатор Московской области Воробьев На канале 360, есть телеканал 360 У него есть тоже страница Вернее, даже не у него есть страница А у сотрудницы канала, Арины Ростовской Есть страница в ТикТоке И там появилось два видео с Воробьевым На одном он обнимает старушек А на другом дарит цветы пациентке По-моему, он немного не понимает, какие видео должны сниматься в ТикТоке То есть он, по идее, должен там танцевать с бабушками и дедушками Там челленджи выполнять в ТикТоке Облить их ледяной водой Да, под музыку, не знаю, раздавать льготы Что еще можно делать? Тебе льготы, тебе льготы, тебе льготы Что происходит, Костя? Расскажи, какие основные тренды ТикТока? Что политик? Вот представь, Путин зарегистрировался бы в ТикТоке Что бы Путин делал? Отвечал на вопросы граждан Не, ну там в основном танцы с текстовыми вставками Которые обязательно что-нибудь про жизнь Но танцы это Дмитрий Анатольевич нужен тогда Да, то есть у Дмитрия Анатольевича У него больше, скажем так, возможностей для популярности в ТикТоке Я еще подумал о том, что они могут до сих пор Я не видел политик Ток Блин, это очень гениально Спасибо Вот, и когда у канала 360 спросили Типа, а что, это вы так рекламируете губернатора невзначай Они говорят, нет, нет И мы просто ознакомим молодую аудиторию с подмосковной новостной повесткой То есть в Подмосковье вообще ничего не происходит Там единственная новость, что губернатор обнял бабушку И подарил женщине цветы Сейчас я знаю, что Катя Адушкина запустила какой-то свой танец С Калгейтом или с кем-то типа такого Что, простите? С мистером Калгейтом? С зубной пастой танцует? Да, она обливается пастой и танцует Класс Мой лучший кавалер, который настолько неповоротлив Что я могу сделать с ним что хочу Это танцевать как мне нравится Паста Калгейт Еще у меня там, не знаю, зубы белые Не описывай свои выходные, пожалуйста Так, а что еще? Кто еще в политике присутствует в ТикТоке? Что они делают? Максим? КПРФ У КПРФ сразу два аккаунта в ТикТоке Ну, первый тестовый, второй официальный Блин, ну, я думаю, что Ленин как бы не это имел в виду Когда сказал, что надо доносить свою мысль народу Modern problems require modern solutions А, да Хотя это он запустил хэштег «Танцуй за коммунизм» Да, и он популяризовал планкинг Турик, по-моему, планкинг на животе происходит, не на спине Ну, он не знал, он уже первый был Это потом уже придумали на животе А, это те, кто не... А, я понял Просто все поняли, что как бы соревноваться Вот в этом жанре планкинга с Лениным невозможно И поэтому все начали придумывать ответвление Чтобы, ну, хоть где-то заработать бонусов Потому что планкинг на спине, ну, там больше ста лет Никто не сможет пролежать, кроме Владимира Ильича А вот мне еще нравится новость про то, что Министерство здравоохранения Ростовской области Объявило госзакупку на услуги по созданию аккаунта в социальной сети TikTok По ведению видеоблога Во-первых, хотелось бы поздравить Костю с получением этого контракта Мне это напоминает услуги в, там, всяких евросетях Или, там, других магазинах мобильных телефонов Где они предлагали, типа, за... Давайте мы вам за тысячу рублей настроим WhatsApp Скачаем на свежекупленный телефон WhatsApp Типа, услуга... Услуга «Сын на час» называется Не, ну, создание... Не только же создание, но и ведение аккаунта То есть ты пытаешься придумать концепции роликов, концепции челленджей Все это записываешь, все это монтируешь, все это выкладываешь Нет, довольно большая, на самом деле, трудоемкая работа А что могло бы показывать Министерство здравоохранения Ростовской области? Ну, смотри, мне кажется, они могли бы запустить челлендж Типа, попробуй проживи в месяц на 15 тысяч рублей Вау Я думаю, там будет что-то связанное со здоровьем Типа вакцинами... Типа хэштег «Вакцина-медицина» И там песня про то, что вакцина — это классно, и нужно, типа, прививаться Или там хэштег «Корж-морж» Как прикольно окунаться в холодную воду А есть какие-нибудь песни про болезни? А, песни про болезни? Слушай, есть Есть же эта группа вируса «Плевать, если я заболею» Только это группа градуса Да, сначала группа вирус заразила их, и у них поднялся градус температуры Мне очень понравилось, мы играли какую-то онлайн-игру из интеллектуальных Сейчас же все игры тоже в онлайн перешли И там, ну, команды соревнуются, как всегда, в остроуме названий И у них было название «Вирус, ты меня не ищи» Смешно Шутка в том, что, я для Бори объясню, что есть группа вируса И у них есть песни «Ты меня не ищи» Как ты предугадал, даже не видя моего лица Все остальные посмеялись Георгий Жуков, четырежды герой Советского Союза Самый главный наш маршал Победы И в 95-м году на Манежной площади В честь 50-летия Победы решили установить памятник Но памятник очень странный Если вы его видели, а вы его наверняка видели Он стоит прямо при входе с Манежной площади на Красную Перед этими воротами, перед историческим музеем Там, где нулевой километр наш То он очень странный Во-первых, конь стоит всеми четырьмя ногами на земле Что практически нереально, если он идет То есть, если он стоит ровно, это возможно Если он идет, так просто не работает анатомия у коня Вот, а во-вторых, он стоит, маршал, стоит в стременах в полный рост Но при этом у него ноги очень короткие То есть, у него ноги длиной, как будто если бы он сидел Но при этом по позе, по осанке он стоит И этот памятник довольно много критиковали В том числе был такой фонд Наследия Георгия Жукова Или как-то так Вот, и они написали следующее Есть ошибки в форме одежды, в орденских знаках Несоответствие осанки Непропорционально тело самого Жукова Конь достаточно молодой А что, это нельзя так? Ну, то есть, типа, конь мало повидал, и он не мог быть с Жуковым или что? Вот, это, значит, первая итерация Ну, стоял себе и стоял памятник Стоял уже 25 лет, он стоит И тут неожиданно, 20 марта 2020 года Его демонтировали утром, никого не предупредив Никакого объявления, никакого конкурса, ничего не было Его просто демонтировали Утром, без объявления войны Стремительно И фотограф, который при этом присутствовал Сказал, что когда рабочие повалили памятник То есть, они даже его не сняли, они просто повалили его У него отлетела нога и часть сбруи коня То есть, такое ощущение, что он был собран из лего реально Ну, может, правда он был собран из лего И просто уже срок годности истек Подожди, у лего срок годности лет 300, мне кажется, нет? А вот у железа, из которого сделали Жукова, нет? Вот, на этом месте тут же, в тот же день Установили новый памятник Причем, он был не копией предыдущего А он был немножко другой Во-первых, там у коня поднята нога Во-вторых, он маршалл, типа, выполняет воинское приветствие А 21 марта увезли еще и этот памятник И что происходит? А, и во время демонтажа второго памятника Повредили и этот памятник Потому что они отрезали торс и ноги коня Господи, да что же за изверги-то? Я не знаю Я бы сказал, круговорот памятников на Красной площади Какое-то проклятое место Дальше, еще одна загадка Это табличка Потому что по интернету разошлась табличка Которая якобы должна была быть рядом с новым памятником Хотя подлинность ее невозможно подтвердить Там написано, что памятник передали в дар Москве Патриоты России В том числе президент Владимир Путин Владимир Мединский Мэр Москвы Собянин А также некий Геннадий Анатолий Кузнецов Ну, ребят скинулись просто И построили памятник Ну, ты имеешь в виду Кузнецовых? Ну, да Вот, а Геннадий Кузнецов, как выяснил в BBC Это бывший руководитель строительства Бугучанской ГЭС на Ангаре И удалось дозвониться секретарю этого Геннадия Кузнецова И она сказала супер-таинственные фразы Мы не даем комментариев Света не будет пролита на данную ситуацию Не ищите концы А концы это обращение было? Или это ногу избрую? Потом она сказала Бегите, голубцы И вообще она продолжила говорить фразами из фильмов Вы еще молодые, лучше вам сюда не соваться Вам, правда, вам не по зубам Это похоже на секретные материалы Подожди, а что дальше? В итоге теперь будут делать еще один памятник Жукову Типа третий Короче, сейчас, что происходит сейчас? Сейчас на Манежной почте только постамент остался Он закрыт баннерами На баннере нарисован памятник Жукову Они просто Жукова на карантин отправили Вот, обоих причем Жукова Они не хотят делать памятник из железа Они хотят сделать памятник 21 века Это дешевле VR-памятник, да Ты наводишь на постамент камеру И памятник у тебя отображается в камере Да, каждый день новый памятник Типа, какой Жуков сегодня? Какой ты Жуков сегодня? Это челлендж от правительства Москвы и МТС Сегодня я Сергей Жуков из группы Руки вверх Василий Жуковский еще есть Боря просто не очень понял концепцию этого челленджа Там самое интересное Это, что в Мосгорнаследии говорили Что не знают о демонтаже первого памятника А потом вдруг заявили, что знают И его решили отреставрировать к 75-летию Победы И что на это время поставили, типа, копию памятника Правда, копия не точная А копия авторская, как сказали Я теперь тоже так начальству буду говорить Когда мне будут просить копию с документа снять Я буду просить другой документ И говорить, что это авторская копия Короче, история супер загадочная Вдруг пропали два памятника То есть мало того, что был один Так их стало двое, и оба пропали Мне кажется, это съемки четвертого сезона Stranger Things Или первого сезона российского сериала Который не имеет аналогов в мире Который называется супер странные вещи Пропавший Маршалл Не, Пропавший Маршалл это как будто Сериал по России один реально Ну что ты Про Александра Маршалла причем В Шереметьево нашли два золотых слитка Но не просто нашли Они выпали из грузовой тележки Да Что произошло Сотрудники службы безопасности Шереметьево На одной из внутренних дорог аэропорта Нашли два золотых слитка Что вы понимали Слитки они большие и тяжелые Почти 30 килограмм Общий вес Некой посылочки И Они провели внутреннее расследование И По-видимому Просто два слитка золота Выпали из погрузочной тережки А я правильно понимаю, что кто-то в чемодане вез Да? Два слитка А я думаю, что это не в чемодане Я думаю, что это сами слитки Их сдали как чемоданы Они замотали в пленку их Повесили бирочку Да Типа очень тяжело А в итоге-то что? Ну вот их нашли Их продали Или что с ними стало-то? Ходят слухи, что это на самом деле Золото-валютный запас России Да Завод цветных металлов Отправлял Некому покупателю Этот груз В Лондон Из Москвы в Лондон Вот он отток капитала-то как идет на самом деле То есть, короче, на этой неделе Ценные вещи теряются парами Два памятника Жукова Потерялось Он 22 золотых слитка Сколько еще памятников Жукову пропало О которых мы не знаем Блин, а прикиньте На самом деле По всей России пропали памятники Жукову И слитки золота И скоро К юбилею По всей России Поставят новые памятники Жукова Из золота Слушайте Помните была сказка Где антилопа Отбивала золотые монеты Своими копытами Блин, а прикинь На самом деле В новом памятнике Жукову Он будет на антилопе Давайте тогда вам расскажу историю Которая произошла Кажется, в Горно-Алтайске Давайте я сейчас подтвержу это Чтобы не быть голословным Горно-Алтайск Первая наша новость из Горно-Алтайска Значит, 33-летний местный житель Горно-Алтайска Ночью возвращался домой от знакомых Стандартная ситуация И тут он увидел припаркованную иномарку С заведенным двигателем Естественно, человек решил Как бы я сяду Отвезу ее в безопасное место Водителя нет Как бы дверь не заперта Мало ли что произойдет Я ее отвезу в безопасное место Ну и там разберемся Ну, может, продам там Не знаю, что сделаю Не, ну я обезопас Что это? Бесхозная машина стоит Газует Загрязняет воздух Да, самое важное Он подумал об экологии Непонятно где Он решил ее отогнать в тепло В Дагестан Проехав некоторые расстояния Угонщик услышал позади себя Мужской голос Оказалось, что нетрезвый Хозяин машины был внутри Уснул на заднем сидении Проснулся и подумал Что его везет такси Ну, это, наверное, Новая русская сигнализация Новое изобретение Что, типа, у тебя в каждой машине Вместо какой-то там Электрической штуки Сидит просто человек Постоянно ее охраняет Преступник за рулем Понял, что, как бы, водитель Владелец машины Думает, что он в такси И решил изображать таксиста Попросил уточнить адрес На который ехать надо Потом стал историей Рассказывать, наверное, да? А ты говоришь, мэр Достал кубики такие Плюшевые повесил На зеркало заднего вида По дороге зарегистрировался В Яндекс.Такси Яндекс.Такси Быстрая регистрация За пять минут Прямо на ходу Высадив пассажира Угонщик скрылся Что не вызвало у хозяина Как бы Никаких подозрений У тебя же было такси Вот И он дошел до дома И только на следующий день Проснувшись И проспавшись Хозяин понял, что произошло Написал заявление в полицию Но, кстати, злоумышленника Быстро нашли На прошлой неделе Агропромышленный холдинг Эвко Который выпускает Подсолнечное масло Слобода Она решила запустить Сбор средств На краудфайдинговой платформе Планета Как вы думаете, на что? Правильно На умную бутылку масла Со встроенным голосовым помощником Ну, естественно Голосовый помощник От производителя масла Слобода Зовут С. Лобода Светлана Я подумал, что умная бутылка масла Это та, которая будет масло Менять внутри То есть, типа Хочешь оливковое Оно сразу же оливковое Хочешь, типа, подсолнечное Сразу же подсолнечное Угол совпомощника Есть Также бонус Как бы на самом деле Это Как бы Как он должен быть выглядеть Это специальная Специальная крышка на бутылку Специальная насадка на бутылку И поэтому Когда масло в бутылке заканчивается Ты можешь просто Переставить Искусственный интеллект На Новую бутылку На бутылку пива И предыдущая бутылка Выбирала под рецепт масло А новая бутылка Будет выбирать пиво Под Не знаю Под мероприятие Хочешь крафтового Нефильтрового Вот тебе Балтика девятка А, ну прям Внутри Внутри крышки Она тебе сочетает Все ингредиенты Она может запах имитировать Как раз То есть ты Просто у тебя Бутылка с водой И такая насадка С десятью видами пива И ты такой Светлана Мне, пожалуйста, сегодня девятку А если серьезно Зачем вот это все Просто похайпить на новостях Ну потому что На мой взгляд Это, конечно, какой-то Откровенный бред Что за бутылка С умной крышкой Умная бутылка Чушь какая-то Они говорят, что Они разработали первый прототип Умной бутылки И сейчас активно его тестируем А что еще может быть умным? Можно предложение? Можно мы людей умными сделаем просто? Люди будут умные Как пробка от бутылки Ну или бутылка водки Как вам? Который автоматически Который встроен автоматический дозатор И когда тебе уже хватит Она больше не наливает Все знают, что Не очень умно Пьющему человеку Говорит, что ему хватит Ты дуешь в него И он определяет Тебе уже хватит Или еще типа норм И он определяет Либо тебе уже хватит Либо Ну вторая опция Это он говорит, что нужно в магазин успеть сбегать А он сам уже заказ оформляет Чтобы там в ячейку положили до 11 вечера Он как бы смотрит на паттерн твоего потребления водки За последний час Рассчитывает, сколько времени осталось до 11 И такой, блин, вот прямо сейчас нужно заказывать Смотрит на паттерн потребления водки И заказывает на следующий день Там спортивную площадку На необходимое количество времени А зачем спортивная площадка? Ну типа там Растрястись после Бухалова Олег все время после вечеринки На следующее утро он пропегает километр Проплывает еще 10 Ну и потом на велике проезжает И так возвращается домой Такси обычно не бывает Там, где я просыпаюсь И общественного транспорта И Олег такой И когда он приезжает домой Жена Олегу такая Типа, Олег, где ты был? Такой Бегал Почему футболки нет? Почему футболка сухая и совсем не пахнет? Так я бегал без футболки Без всего Как обычно Уже пора запомнить Я каждый день так делаю Ты меня каждый день спрашиваешь Ну что ж, всем спасибо Мы переходим к традиционному порошку-пирожку Спросил кукушку губернатор Как мне пойти на третий срок? И отвечала ему птица Тик-ток Я вот сейчас, кстати, открыл тик-ток И мне высветился Очень странный видосик Который алгоритм Мне, видимо, почему-то рекомендует Даже интересно Блин, Олег Блин, Олег, он очень похож на тебя Блин, это реально Огуст Все сходится, август Ну да И, в принципе, там описан Твой день Стандартный На карантине Всем спасибо Это был подкаст Мандайфарш Мы ждем ваших оценок и отзывов В Apple подкастах А также мы ждем вас В группе ВКонтакте И на нашем канале на YouTube Спасибо за обратную связь Если есть какие-то предложения И идеи Пишите везде в комментариях А также Намандайсобака Brainstorm.fm Мы ждем от наших служителей Что они будут сидеть дома В ближайшую неделю Мы надеемся Что вы осознанно подойдете К сегодняшней текущей Тяжелой ситуации Поэтому Оставайтесь дома Майк дроп Я горжусь Олегом Всем пока Пока Производство Brainstorm.fm Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин